Почти 21 год тюремного заключения в федеральном учреждении. Такой вердикт огласил накануне федеральный судья Миннесоты, бывшему полицейскому Миннеаполиса Дереку Шовину. В рамках сделки с обвинением Шовин подписал документ, где впервые признал вину в смерти Флойда. Подсудимый также сознался, что как минимум дважды нарушал гражданские права чернокожих подозреваемых, 46-летнего Джорджа Флойда, которого он задушил до смерти во время задержания в 2020 году, а до этого инцидента 14-летнего подростка, которому нанес многочисленные травмы при аресте. Применение подсудимым чрезмерной силы и его неспособность оказать медицинскую помощь привели к бессмысленному убийству мистера Флойда. В результате противоправных действий Шовина в другом инциденте также пострадал 14-летний ребенок. Этот приговор должен послать четкий сигнал о том, что Министерство юстиции готово преследовать в судебном порядке сотрудников правоохранительных органов, которые безосновательно применяют смертоносную силу. Сейчас Шовин отбывает 22-летний срок в тюрьме штата по обвинению в убийстве. В ходе судебного разбирательства в прошлом году Шовин был признан виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. А в этот раз он сознался, что умышленно лишил Джорджа Флойда его право на свободу от необоснованного ареста, в том числе с применением силы со стороны сотрудников полиции. Родные Джорджа Флойда недовольны тем, что подсудимый Шовин не высказал сожаления или раскаяния в содеянном. Я просто расстроен тем, что Шовину не дали максимальный срок. Я полагаю, что видео, которое мы все смотрели, похоже на кинофильм. Полицейский держал колено на шее моего брата в течение 9 минут и 29 секунд. Шовин показал, что у него нет совести, он не проявлял сочувствия, он не проявлял сострадания. Трое других полицейских, принимавших участие в аресте 46-летнего Джорджа Флойда, Тоу Тау, Томас Лейн и Александр Куинг, были признаны виновными в пособничестве Шовину в ходе нарушения гражданских прав убитого. Они ожидают суда в октябре. Санжар Хамидов, Настоящее время, Америка, Вашингтон.